Ирина Амельченко находится в декретном отпуске. В поликлинику пришла для планового осмотра своего четырехмесячного сына. У женщины это второй ребенок и он также находится на грудном скармливании. Это очень удобно, не нужно разводить смесь, ночью особенно. Приложила к груди и все, во-первых. А во-вторых, ребенок спокойнее. Наглядно вижу, что и пищеварение лучше у ребенка становится, и он спокойнее, лучше спит. То, что передается именно иммунитет от мамы к ребенку. Важность грудного скармливания для малыша трудно переоценить. Это не только естественный способ питания, но и способ передать ему заботу и любовь, которые влияют на здоровье и развитие ребенка в течение всей его последующей жизни. Психоэмоциональный контакт, который формируется возле груди матери ребенка, он практически незаменим. В дальнейшем эти дети более психоэмоционально устойчивы к стрессовым ситуациям. Мы, педиатры, участковые, очень помогаем этому. Говорим о том, что это, как это важно. Показываем маме, как подготовить грудь к кормлению. Какие в будущем добавлять препараты какие-то для лактации, для улучшения лактации. И это все формирует в будущем и желание мамы, и возможность ее кормить. Другим важным преимуществом грудного скармливания является тот факт, что ребенка практически нельзя перекормить. Медицинские исследования показывают, что предрасположенность к ожирению в большинстве случаев закладывается в первые годы жизни ребенка и в основном по причине неправильного кормления. В случае использования искусственных смесей для кормления детей риск развития ожирения очень велик. Кроме того, материнское молоко является лучшей профилактикой аллергических болезней. И если эта возможность есть до двух лет, и до двух с половиной лет, и мать-пусть продолжает кормить этого ребенка, потому что это будет только польза для него в будущем. Ограничение в кормлении, что все, два года и мы прекращаем, или год мы прекращаем. Чаще всего женщине приходится прекратить грудное скармливание, потому что ей надо выходить на работу, ей надо заниматься другими детьми. Какие-то семейные обстоятельства складываются так, что просто приходится прекратить это. Но ограничением какого-то возрастных в кормлении ребенка нет. Ирина Акименко считает, что кормить грудью может абсолютное большинство женщин. Но каждой матери необходимо быть замотивированы на грудное скармливание. Здесь очень важна помощь близких людей, мужа, родителей.